Сегодня пятница 13, так что давайте начнем с самого жуткого, что есть на YOUTUBE Сколько кошмаров мы насмотрелись, сколько говна наелись из-за трендов в интернете Немного заморался И чтоб вам не нужно было проходить эти 100 слоев ада Я прожевываю это говно и как птица мать несу, чтобы срыгнуть вам своим несмышленым птенцам самые сливки Да, наверное, вся эта моя аналогия с прожевыванием говна, сливками и птицей матерью не очень передает мою мысль. Короче, смотрите. Один азиат взял и намял из обычной алюминиевой фольги шарик, потом натрамбовал его, а потом наполировал до блестящего состояния. Это трудно, долго, но что важно для того, чтобы стать трендом, абсолютно бессмысленно. И вот уже один и тот же азиат, но в разных квартирах снимает сотни видосов про то, как он делает шарик из фольги. Или это разные азиаты. И блин, я теперь понял, что за шарик был у того чувака из позапрошлого выпуска. Но потом тренд вышел за пределы страны победителей конкурса двойников Хидео Кодзимы и лупоглазые европеоиды принялись скатывать, мять, обстукивать и полировать шары из алюминиевой фольги. Потому что всем так нужны шары из алюминиевой фольги. Ой, сука, да их же можно держать в руке с таким лицом, как будто это самое удивительное, что ты видел в своей жалкой жизни. Шар! Шарообразный шар! Нет, правда шар! То есть теперь, когда я скажу кому-нибудь, что я пошел полировать свои шарики, он подумает, что я пошел снимать видео для Ютуба. Здорово. Ну и, конечно же, как любой тренд, шары из алюминиевой фольги теперь проходят все девять кругов деградации. Конечно же, есть видео про то, что будет, если распилить шар из алюминиевой фольги? Или, что будет, если разрезать шар из алюминиевой фольги раскаленным ножом? Ну и уже более сложные вариации, типа, можно ли сделать и заточить нож из фольги? Или, или... Сковородку! Не знаю, я как-то обычно фольгу для другого использую. Ну, вы понимаете, да? Ну, шапочку из фольги делаю, чтобы меня со спутников прослушивать нельзя было Зато теперь можно несколько часов поработать молотком и выковать себе из фольги настоящий шлем Только у меня нет столько терпения И таланта Кстати, о таланте Я сегодня пригласил на свидание ту симпатичную девушку из отдела непаленной рекламы Ну, с которой мы пересекаемся у кофейного аппарата И она мне рассказала О том, что жевательная резинка Fy совместно с L1 проводят конкурс талантов И чтобы в нем поучаствовать, тебе нужно снять видео, в котором ты вкратце демонстрируешь, на что гораст И залить его на сайт fivegum.ru Ну, вот, например, как эта девочка танцует Или вот как этот парень сыграл на пианино и спел Девочка, не плачь, не плачь, не плачь, со мной танцуй Главное не стесняться и показать, кто ты на самом деле А потом L1 лично отбирает понравившихся ему чуваков и снимает их в своем новом клипе В смысле? Вот даже так? Ого! Я очень надеюсь, что туда попадет последний танцующий мужик, это мой фаворит И ты, глазами не хлопая, то проморгаешь свою возможность проявить талант и потанцевать локтями вместе с L1 Заходи на сайт fivegum.ru, ссылка есть в описании Она, кстати, сказала нет Ну, если вам было интересно Ну, та девушка из отдела непольной рекламы И это... Хорошо Знаете, фавелы? Ну, такие трущобы на холмах в Латинской Америке, кишащие преступной жизнью Но те, кто играл в третьего Макс Пейна, точно в курсе Так вот, наше второе видео снято именно в одной из таких фавел И да, это Эль Бандос убегает от Эль Минтос Понимаете, помешали синьоритам делать Ла Бул Катряс Я думал, такие погони только в кино бывают Очень остросюжетный видос Прям латиноамериканский бегущий в лабиринте Не исключено, что я поспешил с выводами Это вовсе не полицейский с бандитом А простые чуваки на футбольный матч опаздывают Ну, Латинская Америка, они же там все любят футбол Ну, или это Пупа и Лупа за зарплатой побежали Ха-ха, Лупа, я за тебя зарплату получу Ну, как бы там ни было, вообще некрасиво Чуваки запороли съемки нового клипа Шакиры Кстати, о музыке Вы когда-нибудь замечали, что все латиноамериканские песни Звучат, как ремикс одного трека Вот, зацените сами Или вот А еще есть А еще есть вот это И вот такая И это все разные песни, я кричу Ну, или, конечно А потом пришел Макс Пейн и застрелил всех в слому Нам тут Леохора прислал Версус Баттл двух женщин в метро Посумим Блин Вот над тобой все ржет А многие восхищаются А вообще брови нарисованные А то, что тебе это не идет У тебя вообще глаза близко посаженные И вот визажист Диор Тебя бы вообще домой отправил Да Раунд Теперь, когда будете баттлить вредных сучек Сразу кидайте им, что их Визажист Диор бы домой отправил Да, как этот баттл начался, нет никакой инфы Зато есть еще один неплохой панч у этой Жертвы визажистов Ссылочка на видео в описании И сохраните себе на случай важных переговоров Вообще, мне тоже не нравится, когда Наше Божественное Величество спускается на метро покататься И к нам всякие не лакшери крепостные пристают А причников на них нет Но телочка зазнается, конечно Место богини метрополитена занято другой дивой Эмма та Милена, Милена это Закрой свой рот, ты меня раскрашаешь Да, что богиня с тобой разговаривает Экспонат Экземпляр из б***ской книги Пишет Вадим В комментариях под этим видео с богиней Кроме того, что Вадим глупенький Он еще и представляет большую часть комментариев Ну, они еще там пишут про то, что они что-то куда-то кому-то там Вдули бы Так вот, хрен знает, кто вообще виноват в этой ситуации Возможно, девушка села и сразу начала свое божественное вмешательство в жизни других людей А может, это до нее докопались, что она наркоманка и проститутка А может, она вообще там свистит и просто эпатирует весь вагон До чего мы катимся, к чему наш мир пришел Глубокое видео Ну, оно в метро снято И это хорошо А коммент, который я рандомно выбрал под прошлым выпуском Принадлежит человеку со странными страхами Алик Стар Нет, это вообще нет никаких оснований так думать Показывайте этот выпуск своим друзьям Присылайте нам видео на обзор Присылайте нам фотографии в Инстаграм Потому что это все не сложно А все это приятно Мне Вам не сложно, мне приятно А это сиська в конце Присылайте нам фотографии в Инстаграм Присылайте нам фотографии в Инстаграм